Международная конференция по пушному звероводству является важнейшим событием в жизни этой отрасли. Каждый год делегаты собираются, обсуждают проблемы, перспективы. В прошлом году из-за коронавируса это мероприятие отменили. И поэтому нынешний форум стал особенно важным. Он проводится в 21 раз и его местным проведением стал бизнес-центр Тверь. Верхняя Волжья уже в четвертый раз принимала конференцию по пушному звероводству. Однако бизнес-центр Тверь впервые стал местом ее проведения. По словам организаторов, этот высотный комплекс как нельзя лучше подходит для такого форума. Всегда мы подбираем такие места, где можно и разместиться, и чтобы был удобный зал для пленарных мероприятий. Здесь все условия есть. Здесь есть и питание, и размещение, и отличное месторасположение, отличное здание. Оно оригинальное и уникальное для Твери. Здесь и смотровая площадка, и ресторан на 22 этаже. То есть все очень интересно, люди приехали в Тверь, они должны увидеть город. График работы настолько насыщенный, что пойти погулять, буквально там несколько минут у людей есть. А здесь с панорамы мы все видим, мы местные говорим, это там, это там, это здесь. То есть всем очень понравилось, то есть место замечательное. Участники конференции, которые приехали из самых разных регионов, от Якутии до Калининграда и даже из-за границы, действительно оценили удобство бизнес-центра Тверь. Однако, конечно же, больше всего звероводам понравился сам форум, пользу которого сложно переоценить. Калининградские предприятия 20 лет назад производили больше 30% пушнины. И все сообщество звероводческое приезжало к нам за обмен опытом. В том числе и молодые тверские директора. Сейчас они являются флагманами нашего производства в России меха. Они освоили самые передовые методы. И это является непосредственным подтверждением того, полезны ли нам такие мероприятия или не полезны. Среди плюсов этой конференции то, что участники не только обсудили развитие отрасли, но и посетили зверохозяйства Мирмирина и Саватева. А эти предприятия крупнейшие не только в регионе, но и на всероссийском уровне. В Мирмиринах расположено самое крупное звероводческое хозяйство в России. И Саватева мы два хозяйства, которые самые крупные в России. И, соответственно, уровень технического, технологического, кадрового обеспечения у нас достаточно высокий. То есть люди приезжают к нам, они на нас равняются. Они на нас равняются и они стремятся к тому, чего мы уже достигли. А мы стремимся развиваться дальше и развиваемся дальше. Поэтому вот то, что мы решили в этом году проводить конференцию здесь, в Твери, конечно, это тоже сыграло таким фактором, когда всем стало интересно приехать и посмотреть, а что же в Мирмиринах и в Саватеве они сделали по сравнению с тем, что они видели в прошлые разы. Ну, кроме того, нашему зверохозяйству в этом году 45 лет. Мы в 1976 году как специализированный зверософоз были образованы. Ну и вот в это 45-летие мы решили пригласить коллег сюда для того, чтобы поделиться с ними нашими успехами и достижениями. В общем, вполне логично, что экскурсии на предприятия в Саватеве и Мирмиринах стали важнейшей частью программы конференции по пушному звероводству. Первые два дня, которые были в нашей работе, это практические занятия, это посещение зверохозяйств, посещение. Мы все, по всем этапам производства, от приготовления кормов до первичной обработки, мы всюду прошли, мы все показали. И вот это самое важное, самое ценное, это общение коллег, это то, что мы показываем все наши достижения, весь наш передовой, ну, где-то, может быть, и не передовой опыт работы. Мы у них учимся, они у нас учатся. При этом особенно впечатляет сам стиль экскурсии. Это была не прогулка для галочки с парой общих фраз о зверохозяйстве. Напротив, Владимир Бозов энергично провел гостей по всему предприятию. Рассказав про производство, что называется, от А до Я. При этом он не только с радостью демонстрировал новое оборудование, но и делился профессиональными секретами. Многие, даже из других отраслей, они очень удивляются, а как это так? Вы приводите к себе на предприятие людей, коллег, вы делитесь с ними своим опытом, своими методами работы, способами работы. То, что вы придумали, это ваше ноу-хау, а вы вот всем показываете, рассказываете, как вы проводите те или иные технологические операции. А мы не скрываем, мы, наоборот, желаем, чтобы звероводство развивалось, чтобы зверохозяйств было больше, чтобы они были крупнее. И чем мы больше и крупнее, тем вес нашей отрасли в сельском хозяйстве страны. Между тем, многие коллеги Владимира Бозова говорили, что постараются увезти из Твери не только новые знания о технологии производства пушнины. Я приехал с тремя специалистами, с самыми главными. Пусть они посмотрят, есть на что посмотреть. В конце концов, для того, чтобы посмотреть, какие звери выросли, и у них их купить. Потому что звероводство без приобретения племенного поголовья быть не может. Тем временем отрасль переживает очень непростые времена. Причем как на внутрироссийском, так и на мировом уровне. Тому подтверждением служит целый ряд факторов, которые образовались как по вине самих звероводов, так и по независимым от них обстоятельствам. Одно из таких – перегрев рынка, когда производители решили сделать пушнину массовым товаром. Есть крупные производства, которые действительно разрушают имидж пушнины, делают коммерческие изделия. И таким образом, естественно, отталкивают или принижают имидж пушнины. И качество, и дизайн, то есть все вместе. И погоня, которая была последние годы за дешевизной, дешевле, 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 она привела к тому, что многие изделия просто не имеют стоимости. Потому что, соответственно, человек их не хочет покупать. Человек их и бесплатно многие не оденет эти изделия. Это действительно проблема нашей сейчас была производителя. В России. В России. И во всем мире в том числе, и в Китае. То есть, таким образом, индустрия предлагает товар, который не пользуется спросом. Погоня за количеством привела к резкому увеличению поголовья зверей на фермах, не соблюдению стандарта при их выращивании, при этом увеличив использование трудовых, кормовых и прочих ресурсов, попутно затоварив рынок и уронив имидж меховой продукции. Цена стала ниже себестоимости. То есть, рынок он сам регулирует. Просто единственное, что перепроизводство, так как Китай – это огромный рынок, который вышел на... И он создал очень большой пузырь, который рос, 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 и он лопнул. И было большое количество коммерческой пушнины тоже, не будем греха таить, выходило на рынок. То есть, никакой выгоды производители пушнины от увеличения объемов не получили. Цены упали пропорционально росту производства. А в 2020 году по звероводам ударила еще и пандемия коронавируса. Мировое производство шкурок сократилось в 2020 году на 25%. Временно приостанавливали срочные розничные торговли, дополненные изделиями, что, конечно, повлияло на итоговый результат. Годовой оборот пушно-меховой отрасли упал до 24 миллиардов долларов США. Ну, с 28 миллиардов в предыдущий год. В России дела обстояли схожим образом. Встали как производство, так и торговля. Свою лепту внесла и зима. С 2019 на 2020 годы она выдалась необычно теплой для центральной части России, а также для Урала и даже Сибири. К сентябрю месяцу обычно продавалось до 90% всей пушнины, выращенной в предыдущий год. А в прошлом году эта цифра была около 10% проданной пушнины. Во всем мире, это не только у нас. Встали ателье, встали аукционы, встали выделки. Все встало. И потом уже даже когда открылось, а люди не знали, а зачем работать, потому что торговля же тоже стояла, и люди ходили в магазины только по необходимости, а шуба это не необходимость. Ты сидишь дома, зачем тебе шуба? И все это наложилось на еще одну проблему, которая у отечественных производителей возникла в 2018 году. Речь об НДС. Его для этой отрасли ввело федеральное правительство. НДС 20%. Мы с приобретаемыми материальными ценностями получаем 4% в среднем НДСа, а с продажей должны платить 20%. То есть 16% с оборота, это при том, что с 2014 года было глобальное понижение цены, мировых цен на пушнину. Цены упали более чем в 4 раза. Это в тех условиях, когда мы уже были ниже плинтуса, и когда уже цены были реализационные на рынке, рыночные цены, дешевле себестоимости. И тут нам еще 16% с нас снимает НДС. Это была просто катастрофа. Зверосовхоз «Вятка», возглавляемый Валентиной Сивковой, один из примеров пострадавших предприятий. Там не стали искать способов ухода от налогообложения, попытавшись работать честно по НДС. Так как у нас объем реализации был 260 миллионов в 2018 году, силы, духа не хватило на 50% забить стадо, сократить людей и уйти хотя бы на упрощенку. Но мы не услышаны были. Не услышаны. И через национальную ассоциацию, и через личное обращение. Но правительство нас не слышит. Мало того, вот такие предприятия, которые остались на НДС, они загнаны в мышеловку. У нас крепостное право. То есть, если мы в 2018-2019 году могли перейти еще на упрощенку, в 2020-м, указом Мишустина, запрещено предприятие, которое работает на системе НДС плюс единый сельхозналог, переходить на упрощенку. То есть, мы не можем уйти с этой системы налогообложения. Мы поделиться не можем. Это будут сразу аффилированные, там, дробление бизнеса, это уголовные дела. В таких условиях выжить можно, только сделав ставку на постоянную модернизацию производства, чтобы выдавать продукцию лучшего качества, соответствующую самым высоким мировым стандартам. Это четко понимают тверские производители. У нас в Тверской области сосредоточено практически золотое племя всей Российской Федерации. Ни у кого такого нет, как у нас. Кроме того, что мы впереди по количеству и по объему производства, мы впереди. Но по племенным качествам наших животных, по качеству нашей продукции, по качеству шкурок, которые мы производим, мы на уровне хороших европейских производителей. То есть мы, и мы, и Саватева, и Знаменская, мы торгуем на ведущих аукционных площадках. Наши шкурки ложатся в подборе с лучшими фермами мировыми, не только там скандинавскими, но там аукционы собирают. Вот Хельсинский аукцион сегодня говорил, они производят миллион шкурок, а планируют выставить 14-15 миллионов на торги. То есть они собирают по всему миру, из Америки там шкурки, и из Европы шкурки, из Скандинавии шкурки, из России в том числе шкурки. И наши шкурки там не теряются. Мы находимся на очень хорошем счету по качеству, потому что шкурка поступает на аукцион, она обезличенная. На ней только штрих-код. И никто не знает, чья это шкурка, ну кроме компьютера. И шкурки подбираются в лоты не на основании того, чья она и откуда она, а на основании ее качеств, потребительских качеств. И наши шкурки ничем не проигрывают. Мы здесь не первый раз, мы знаем. И мы видим то, что усилия 10 последних лет, они принесли свой результат. Там предприятия тоже с НДС, но они уже имеют такую обработку первичной пушнины, такое стадо, которое имеет выход на зарубежные рынки. Раз ты вывез за рубеж, то НДС у тебя обнуляется. Это шанс. Начальник одного из отделов межрегионального управления Россельхознадзора Елена Смирнова также отметила, что у их ведомства претензий к качеству продукции тверских звероводов нет. Неудивительно, что наша пушнина расходится без всякого преувеличения во все уголки земли. По итогам обследования признаны соответствующими правила из стран импортеров и, соответственно, получено разрешение на экспорт пушной продукции в страны Европейского Союза, Турция, Камбоджа, Гонконг. Это туда, куда уже экспортируется наша продукция тверских звероводов. Также получено разрешение на вывоз в Республику Корею. На дворе 2021 год. Несмотря на очередную волну коронавируса, пушная отрасль все-таки приспособилась к работе в таких условиях. В целом же простое производство в 2020 году плюс фактически ликвидация датской пушной промышленности привели к тому, что на мировом рынке образовался изрядный дефицит. В этом году 16 будет миллионов морков, и мы считаем, что порядка 19, чуть меньше 20 миллионов шкурок. При оптимальной потребности мирового рынка 30-35 миллионов. То есть, понимаете, вырисовывается очень приличный дефицит. Конечно, запасы шкурок на складах, которые мы оцениваем примерно почти в годовой, они давят на рынок. Но эти запасы не совсем ликвидные и находятся в основном в Азии и в Европе. В целом по этому сезону порядка 13 миллионов норки сейчас уже реализованы в этом году. А будет в этом сезоне выставлено порядка 18-19 миллионов еще. Будут сентябрьские аукционы. Это по всему миру? Это по всему миру, включая даже и китайское пушное ключи. А если сравнить с 2019 предкоронавирусным годом? Снижение, естественно, произошло за счет того, что произошел забой. Ранние и звери были уничтожены в Дании, которые не попали, естественно, на аукцион. Точно так же 2 миллиона в Голландии, которые тоже не попали. Соответственно, в представляемые пушнины количество значительно уменьшилось. И, как я сегодня говорил, например, на семинаре о том, что мы ожидаем в ближайшем будущем даже нехватку пушнины на мировом рынке в связи с тем, что производство очень резко сократилось. Важным моментом является и то, что натуральный мех снова набирает популярность. Причем не только в таких странах, как Россия или Китай, где есть огромные территории с суровой зимой. Речь в том числе и о Европе. Основные меховые и жировые бренды вдруг воспылали любовью к натуральному меху и очень опечалились возможным дефицитом шкурок новых, высокого качества и подасток. Обратив свой взор в прошлом году и в этом году на Китай, где предметы роскоши, в том числе меховая одежда люксового ассортимента, продавалось очень хорошо. Фенги также сообщили о хорошем сезоне по сравнению с предыдущими. Последние опросы китайских покупателей подтвердили, что они по-прежнему будут покупать мех, как, впрочем, и Россия. Сейчас, я думаю, что все уже начинают осознавать, что все-таки пушнина – это экологический продукт, а если сравнивать с другими изделиями, то есть это изделия синтетические, а сейчас весь мир возвращается обратно к чему? К натуральному. И поэтому пушнина становится тоже привлекательной и для модных домов. Что касается тверских производителей, то они оптимистично смотрят в будущее, в том числе и благодаря региональным властям. Правительство Верхневолжья, как и ряд других субъектов, приняло предложение федерального центра поучаствовать в поддержке пушной отрасли, но на условиях софинансирования. Есть федеральные средства, и ты их получаешь с условием, что ты приложишь свою региональную часть. Наша область не побоялась этого, и наша область пошла нам навстречу, и ту потребность, которую мы просили, указывали, они практически в полном объеме удовлетворили. То есть за это нашему региону, конечно, большое спасибо. Нам очень сильно это помогло. Это помогло нам в 2021 году с меньшими потерями, с меньшими убытками выйти на нормальный уровень. Четыре дня международной конференции звероводов пролетели незаметно. Это был продуктивный диалог, долгожданная после двухлетнего перерыва встреча. Причем не конкурентов, а партнеров и коллег, и даже друзей, которые, несмотря на все кризисы, смотрят в будущее с оптимизмом. Мы надеемся, что будет лучше, потому что все люди, которые здесь работают, они очень увлеченные. Это не бизнес. Звероводство – это не бизнес, это признание. Это примерно так же, как учитель. Это не работа, это диагноз. И вот про нас то же самое.